А вот встреча Фёдора Кузьмина и Андрея Байбудина. Вот как мы видим, счёт 3-1 и 9-7 в пользу Кузьмина. Какой у меня счёт голодный. Андрюша не попадает и тройной матч гола на Кузьмина. Два матч гола Байбудина отыграл. Какой отверт со стола Кузьмина и счёт 4-1. Куманный счёт победит Кузьмина. А соседний стол Алан Завитин против Михаила Гладышева. Два слова хотелось бы задать Андрею Байбудину, который сейчас играл с Фёдором Кузьминым. А Фёдор Андрюш, насколько я знаю, сейчас великолепный просто в форме. Как ты на себе это прочувствовал? Скажи, пожалуйста. Ну, я не сказал, что он особо в форме, пока я встречу со мной, может, он играл ненастроенно. Но очень сильно изменились подачи у него, стали сильнее. Я не справился с ним. А в розыгрыше, ну, процентов 60 на его сторону. Не справился с подачей. А какие у тебя были ощущения? То есть ты имел какой-то мандраж или нет? Нет, мандража не было. Я уже маленький мандраж. Терять не особо нечего было. Поэтому я играл. Я думаю, такие встречи, Андрей, пойдут тебе только на пользу, да? Такие встречи бывают только максимум раз в год, может, два, потому что они все в премьер-лиге. А я играю только на ЧП «Россия» с таким игроком. Ну, соответственно, конечно, мне сложно, но чтобы не тренироваться. Спасибо, Андрей, удачи. Вот, посмотрите, концовка встречи. Шибаев, Куимов. Посмотрите, пять матч-болов у Филиппа Куимова. Вот это да. Первый номер рейтинга проигрывает. Шибаев отыгрывает один матч-бол. И счет 10-6 у Филиппа Куимова. Посмотрите, что сделал Куимов. Это просто потрясающая победа. Дубил первого сейного, если я не ошибаюсь. Вот это да. Первая сенсация. Вот только что закончилась встреча Александра Шибаева и Филиппа Куимова. Саша, ну, по-моему, это самая большая сенсация пока что. Скажи, что произошло. Я не знаю. Он хорошо играет. Ну, ты оказался не готов к какой-то концепции игры, которую Филипп предложил, или что? Подача хорошая. Хорошо играет. У Филиппова хорошая подача, да? Все они определили, да? Весь исход. Ты был первым посеянным по рейтингу, да? Ну что ж, Саша, ладно. Спасибо. Сейчас я хотел бы обратиться к герою сегодняшнего дня. Я думаю, что это действительно так. Филиппу Куимову, который одержал пока что самую такую громкую победу. Филипп, поздравляю тебя и поделись своими мнениями, пожалуйста, об этой встрече. Да, было на самом деле очень непросто с ним играть, потому что до этого я встречался с ним два раза и не мог выиграть даже партию. Очень сложная подача у Саши. Но в этот раз мне с Максимом Александровичем, с моим тренером, получилось найти тактику через его подачу и со своей подачей сыграть хорошо. И не запустил успех. Поделись, пожалуйста, что за тактика, если это, конечно, не секрет. Ну, да, в принципе, не секрет. У Саши почти большинство подач верхнебоковых, левых, для меня сюда, да. То есть нужно было просто сыграть на стол, не обязательно жестко, и самим войти в розыгрыш через левую сторону. Кстати, Саша отметил, что у тебя были очень хорошие сегодня подачи, и они составили для него, пожалуй, самую большую сложность в этой игре. Ну, это очень приятно слышать от такого хорошего игрока, который... Уже первый сеянный на твоем мире. Да, первый сеянный в России, и очень большие надежды на него возлагает вся наша сборная. Филипп, ну да, я уже вижу вторую твою игру, конечно, сейчас ты производишь очень хорошее впечатление. Кто у тебя сейчас ожидается из соперников? Завтра я играю с Василием Лакеевым из Москвы. Тоже очень непростая встреча. Ну, я думаю, сейчас те будут уже совсем по-другому относиться к Филиппу. Ну, возможно, но нужно просто самому не отдыхать, а идти дальше, потому что после такой победы все возможно, я считаю. Спасибо, Филипп, удачи. Спасибо. Очень много интересных встреч, к сожалению, не удается за всеми уследить. Второй матч был Рукцова. И второй от Игрыш Уточкина. В пользу Рукцова. Третий матч был. И третий от Игрыш Уточкина. Вот посмотрите. 13-12. Подача Уточкин. 12-13. Аплодисменты. Аплодисменты. Ну, после окончания встречи Рукцова Уточкин. Хотелось бы получить комментарий от Игоря. Игорь, 0-2, было по сетам, и Артем производил впечатление достаточно уверенно играющего спортсмена. Что произошло? Как удалось? Да, начал он очень хорошо. Потом после 0-2 я нашел место, куда ему следует играть, чтобы он играл не так сильно. Если не секрет, поделись, пожалуйста, что это были, какие решения приняты? Решили с тренером, что не так косо, ближе к центру. Потому что он такая из-за техники, что он рычаги большие и старается играть с широкой амплитудой. Поэтому ему в кассах мячей он хорошо играет. С центра он немного терялся, не так сильно, но и в итоге этого хватило. То есть вот эта разница, чтобы перевернулся там. Но действительно он играл хорошо. Я не ожидал. Тем более у него такие победы сейчас в последнее время, да? Да. То есть Смирнов. Это ни хря, ни случайно, вероятно. Героятно, ни хрешок. Ну то есть ты, я посмотрел, ты играл до последнего мяча полностью сотридоточенно, поскольку с ним очень сложно, ну, потерять, скажем так, контроль хотя бы даже на один на два розыгрыша, да? Да, это опасно. Это опасно, потому что в определенном как бы моменте он меня переигрывал. То есть если бы я потерял вот эту нить, которую в середине я нашел, результат был бы непроисходуемый. А как ты его оцениваешь, его мастерство с точки зрения тактики и гибкости изменения рисунка игры Артема? Ну, я бы сказал, что он достаточно, скажем, малогибкий спортсмен. То есть есть у него очень хорошие и сильные стороны, в которые как бы я попался в первых двух сетах. Я потом немного изменил, он изменить не смог. Ну и в общем, я думаю, что ему трудно что-то поменять. Может быть, арсенал недостаточный, но тем не менее в определенном ключе он очень хороший. Игорь, спасибо и желаем тебе удачи. Спасибо. Подходит к концу первый день чемпионата России. И хотелось бы мне задать вопрос Валерий Ивановичу Салабаеву относительно того, как он видит ход чемпионата России. Валерий Иванович, может быть, вы заметили что-нибудь интересное в тенденциях, как игроки. Вот неожиданное, например, поражение Саши Шибаева. Что вы можете сказать? Ну, подводить итоги я бы сказал, что еще через что рановато. Прошло всего два тора. Но поражение Шибаева от Филиппа Фуина можно отнести к разряду сенсационных результатов. Думаю, что, может быть, это будет и не последняя сенсация. Но могу сказать, что, значит, месяц-полтора предшествующий чемпионату России и ведущих спортсменов сборной, национальной сборной, отняли на про-тур Катары, точно от Эмираты, Германии. В связи с тем, что ребята пытаются получить олимпийские лицензии, остается на так много про-турах, где у них есть возможность это сделать. И вот участие, безусловно, в этих соревнованиях отнимает много физических и моральных сил и может, естественно, сказаться на чемпионате России. Если не скажется, значит, ребята могут найти дополнительный резерв, опыт или еще, или что. Но, значит, с некоторой долей усталости многие приехали на этот чемпионат. Я об этом бы хотел сказать. Ясно. Большое спасибо, Валерий Иванович. Увидимся. Заканчивается игровой день. Первый игровой день чемпионата России. И сейчас я обращаюсь к заслуженному тренеру России Евгению Олеговичу Эдулю. Евгений Олегович, ну, интересно было бы услышать ваше видение с сегодняшнего дня, первых двух раундов. Что бы вы сказали? Ну, прежде всего, у мужчин надо отметить те серьезные задачи, которые стоят перед нашими спортсменами, а это задача попадания на Олимпийские игры. Я думаю, что вот этот вот серьезный настрой на международных соревнованиях, он как бы перенесся сюда. Вот. И очень интересно проводили свои встречи Алексей Смирнов, Федор Кузьмин, Кирилл Скачков, Шибаев. Хотя и проиграл встречи, но я хочу отметить, что он ряд международных соревнований сыграл очень хорошо в возрасте до 21 года. Повысил свой рейтинг мировой. Он сейчас 82-й, значит, ему всего лишь 20 лет, и я думаю, что это как бы очень серьезная заявка, что динамика роста его такова, что в ближайшее время мы можем его увидеть в 20-ки сильнейших игроков мира. Так же хочу отметить Левенцова Алексея, который очень собран, серьезно, значит, играет. Но в целом, конечно, прошли два круга, ничего серьезного сказать нельзя с профессиональной точки зрения. Дальше начнутся и нервы. Ну да, еще рановато может быть. Да, и нервы начнут играть, и желание победить. Чемпионаты, это такие соревнования, они всегда преподносят сюрприз. Всегда. Вот. Но здесь как бы в основной сетке все такие именитые, опытные игроки. Чтобы что-либо дальше говорить, в общем-то, нет смысла. Во-первых, все в рангах двухкратных чемпионов страны и так далее. Вот. И призеры чемпионатов страны. Вот. Поэтому посмотрим, что нам завтра идет. То есть я понимаю правильно, что прогноз вы свой не дадите, да, Евгений Ильич? Ну, я думаю, что да. Да. Но вообще вот такие прогнозы, это как бы дело неблагодарное. Но я лично желаю всем успеха. Желаю также мужской сборной отобраться на Олимпийские игры в Лондон. Вот. Очень за них переживаю и болею. И приятно еще и другое, что когда сейчас выезжаешь со спортсменами международные соревнованиями, раньше мы были как бы статисты и в первом круге вылетали. Сейчас мы можем стать и призерами международных соревнований. Вот. Важно отметить, что, значит, Леша Смирнов буквально совсем недавно стал бронзовым призером одного из самых престижных турниров в топ-12 Европы. Вот. И очень приятно. То есть любую встречу можно выиграть. Да. Мужской уровень очень приятно. Да, я заметил, что растет. Ну, и если меня спросят, почему это так, да потому что просто наш один из самых лучших в Европе на сегодняшний день чемпионат России среди клубов. Да, клубный чемпионат. Клубный чемпионат. Клубный чемпионат так высоко планку поднял, что я уже много раз говорил, что будем ждать призеров чемпионата мира и призеров чемпионата мира. Спасибо большое, Евгений Олегович. Желаю удачи вам. Спасибо. 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 Спасибо.